Сирия 24 апреля. Вооруженные силы Турции октрыли огонь по укреплениям сирийской арабской армии на западе Алеппо. На юге Идлибы продолжились провокации со стороны боевиков Хаят-Тахрир-Аш-Шам. Террористы исламского государства устроили засаду отряду Хизбаллы в Дейер-Эс-Зоре. Бойцы национальных сил обороны прочесывают пустынные районы на на юго-востоке Дейер-Эс-Зора в поисках террористов исламского государства. В Дара ранен офицер сирийской разведки. Сирийские военнослужащие возводят полевые пункты для больных с коронавирусом. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмат Марзук. Коротко об итогах противостояния. Провинция Дамаск. Как сообщает РИА Новости, сирийская армия разворачивает полевые пункты для пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Мобильные бригады сирийских вирусологов приступили к работе на блокпостах на ключевых трассах. По данным Минздрава Сирии, всего в стране инфицированы 42 человека, из них выздоровели 6 пациентов, трое умерли. Дамаск прилагает значительные усилия по купированию угрозы в стране, ограничив транспортное сообщение между провинциями, работу муниципальных учреждений и ведя комендантский час. Провинция Алепа. Турецкие военные открыли огонь по позициям сирийской арабской армии у города Кафр-Нуран. Согласно отчету Сирийской обсерватории по правам человека, столкновение спровоцировали военнослужащие. Поскольку и подразделения вооруженных сил Турции и подконтрольные ей вооруженные формирования дислоцируются на наблюдательных постах турецких войск, сирийской арабской армии трудно определить, кто именно открыл огонь по ее позициям. Ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Таип Эрдоган предупредил Дамаск, что турецкие военнослужащие продолжат атаковать сирийскую арабскую армию в случае нарушения московских соглашений о прекращении огня, однако сама Анкара не смогла устранить группы боевиков, которые расположены к югу от ШСМ-4 в Идлибе, который до сих пор остается отчагом напряженности на севере Сирийской арабской республики. У поселения Газавия у одноименного КПП местные жители устроили сидячую забастовку с требованием к совету Шуры Хаят-Тахрир Аш-Шам открыть переход. Ранее переход был без объяснения закрыт боевиками на некоторое время. Работа коридора периодически возобновляется, однако группировка взимает с гражданских лиц пошлину за его использование. Провинция Дейер-Эс-Зор. Как сообщает Анна Ньюс, на юго-востоке провинции развернуты дополнительные отряды народных сил обороны. Бойцы прочесывают пустынную местность в поисках спящих ячеек исламского государства, которые скрываются в пустыне Бадия. Бойцы христианского ополчения из города Скальбия получили новую технику для противодействия террористам. Подобные меры были приняты из-за участившихся вылазок террористов в Дейер-Эс-Зоре. Военные эксперты уверены, что террористы скрываются в оккупированной США, 55-километровой зоне на границе с Ираком и Иорданией. К югу от города Бусейра спящая ячейка ИГИЛ совершила вылазку к позициям курдских боевиков. Боевики напали на КПП СДФ в поселке Альзар. Позднее группа неизвестных совершила вылазку в Аль-Джартки, где открыла огонь из автоматов по сотруднику сил внутренней безопасности СДФ Асаеш. Как передает агентство Алкхабаур, мужчина скончался на месте от полученных ран. В городе Шхиль группой неизвестных злоумышленников был застрелен Хамад Шейх, возглавлявший муниципалитет Аль-Джарди, а также занимавший пост ответственного за сферу топливной энергетики в городском совете Дей-Резора. Как сообщает агентство ДВР Зор, мужчина также тесно сотрудничал с демократическими силами Сирии. Боевики исламского государства также устроили засаду конвою Катаиб Хизбалла у города Меедин, устроив засаду в пустынной местности. Пятеро бойцов были ранены и доставлены в госпиталь в Меедине, двое скончались на месте. Провинция Идлиб. На линии разграничения сил правительственных войск и вооруженных группировок продолжаются боестолкновения. Как сообщает СтепНьюс, боевики открыли огонь из ракетных установок по опорным пунктам сирийской армии у поселка Консафра. В ответ подразделения армии обстреляли укрепления боевиков у деревни Альбар и у гор Джибель Асзавия. В городе Идлиб совет шуры боевиков избрал нового главу Мустафу Альмусу, взамен подавшего в отставку Басама Сиони. Напомним, группировка подписала соглашение с турецкой стороной об изменении системы правопорядка на оккупированной территории. В ближайшее время в Идлиб будут направлены 5000 боевиков из состава подконтрольной Анкаре Сирийской национальной армии, в задачи которых войдет обеспечение правопорядка. Назначение прокуроров и шариатских судей также будет происходить сведомо Турции. Подобные изменения уже вызвали недовольство наиболее радикально настроенных членов Альянса. Провинция Рака. Днем в центре города Рака сработало самодельное взрывное устройство, закрепленное на автомобиле одного из полевых командиров демократических сил Сирии. Силы внутренней безопасности СДФ Асаиш обвиняют в произошедшем террористов ИГИЛ. Провинция Хасака. Сообщается, что один боевик сирийской национальной армии погиб на севере провинции в окрестностях города Рас-Аляян. Боевик подорвался на противопехотной мине у деревни Аляхрас. На востоке провинции был замечен конвой тяжелой военной техники и грузовиков Международной коалиции. Груз материально-технического снабжения и колонна бронированных автомобилей направилась к военной базе Вооруженных сил США в окрестностях города Камышлы. На пути между поселениями Ум-Аль-Гадар и Тамахат-Рахавия местные жители помешали патрулю Вооруженных сил США проехать, вынудив военнослужащих воспользоваться другой дорогой через деревню Фарфара. В лагере беженцев Аль-Холл в очередной раз разгорелся пожар в пятом секторе. В результате пожара сгорели дотла три палатки, но ущерб ограничился только материальным. Никто из жителей сектора не пострадал. Прибывшие на место сотрудники службы безопасности СДФ Асаиш провели обыски. Поджоги палаток подозревают жен террористов исламского государства. На начало года их численность насчитывала около 11 тысяч. Провинция Эс-Сувейда. По информации корреспондента Халап Туда и Тиви, трое бойцов бригады шейха Аль-Карама, самих Абу Мансур, Таир Насиф и Абдалла Абу Мансур, были убиты в результате столкновений с другим племенным ополчением в районе поселка Сальхат на юге провинции. Вчера неизвестный напал на дом полевого командира группировки в поселке Аль-Суида, открыв огонь из гранатомета. В результате обстрела был нанесен только материальный ущерб. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира. Субтитры создавал DimaTorzok